Итак, братья, мы продолжим курс Гомилетики. Вчера речь шла о тексте, о выборе текста, о работе с текстом. А сегодня мы будем говорить о том, что делать с материалом, который мы получили в результате анализа текста. Но прежде чем мы перейдем к разделу организация материала, введение, заключение, я хотел бы еще раз возбудить вас ревность к проповеди и уделить внимание такому предмету, как важность проповеди и подготовки к проповеди. И вначале прочитаю текст 2 Тимофея, 4 глава, 2 стих. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Мне кажется, в последнее время, по крайней мере в некоторых церквах, замечено пренебрежение проповедью в сравнении, скажем, со вниманием к музыке. В некоторых церквах, по крайней мере у нас, в больших церквах, такое хорошее, развитое музыкальное служение, музыкальные коллективы, хоры, но при этом откровенно слабая проповедь. Но мы задаем вопрос, что важнее, музыка или проповедь в собрании? И люди жалуются, что с кафедры проповедники провозглашают не слово Божие, а свое слово, что в проповедях нет ответов на их вопросы, что проповеди не имеют отношения к жизни, что проповеди не вдохновляют. И часто время слушания проповедей становится временем разочарования, когда люди получают вместо хлеба камень. И я думаю, больше всего их разочаровывает именно проповедь, потому что они больше всего ожидают от проповедей. Я делал такой опрос в таких традиционных больших церквах о том, что важно в собрании среди членов церкви. И задавал им вопрос, для чего вы приходите на собрание? И вот такими были большинство ответов. Получить назидание. 75% пишут, мы хотим получить назидание. То есть это говорит о важности проповеди. Люди ожидают чего-то от проповеди. Ободриться 25%. Что касается вас в собраниях сильнее всего? Люди отвечают, хорошая проповедь. Не хорошая музыка, но хорошая проповедь прежде всего. Второй ответ, проповедь, которая касается души. Или третья, иногда хорошая проповедь. К сожалению, редко. И это говорит о том, что люди больше ожидают от проповедей, нежели, скажем, от музыки и пения. И вот еще один вопрос был у меня в анкете. Самые большие проблемы в собрании богослужений, как отвечали большинство людей, отвечало. Плохая проповедь. Никто не написал плохая музыка или плохое музыкальное служение. Их разочаровывает проповедь прежде всего. Кто-то написал три плохих проповеди в собрании. Лучше одна хорошая, чем три плохих. И каковы главные проблемы проповедников по мнению людей, по мнению слушателей, простых слушателей? Ну, среди ответов были такие. Бессмысленная проповедь, неподготовленность проповедника, слабое толкование, нет иллюстрации из жизни, нет применения. Проповедники не знают, о чем говорят. Вот даже такой ответ. И мы задаем вопрос, получают ли люди то, чего ожидают в собрании. Что делать? Как изменить ситуацию? И есть ли выход? И сегодня в отношении к проповеди есть много предложений. Вот что нужно делать? Есть предложение сократить количество проповедей и их продолжительность. Потому что люди разучились слушать. И заголовок в одной христианской газете звучал так. Время покончить с проповедью. Второй вариант. Сделать проповедь легкой и неформальной. Насытить ее юмором, вызывающими интересами, примерами и так далее. Чтобы легко слушалось. Чтобы она была похожа на ток-шоу, шоу или какие-то другие популярные форматы. Легкие для восприятия. Компенсировать недостаток музыкой и пением, сценки, драмы, видеопрезентации. И я думаю, если это делается за счет плохой проповеди, о чем мы слышали, три плохих проповеди, конечно, это, наверное, стоит сделать. Но если при этом человек остается голодным, ничего не заменит проповеди и назидание. Есть предложение изменить формат проповеди. Вести диалог с залом. У нас два проповедника пытались новый стиль использовать в собрании. Они вдвоем выходили за кафедру в церкви и проповедовали. Они задавали друг другу вопросы, и таким образом шла проповедь. Вот они проповедовали на книгу пророка Ионы. Один спрашивает, ну как ты думаешь, почему Ион убежал в Неневию? Ой, Фарсис. И другой отвечал, ну не ведь они такие злые люди и так далее. И вот так они продолжали вести диалог. И это было интересно. По крайней мере, первый раз. Вести диалог с залом, вести диалог друг с другом. Один богослов предлагает покончить с проповедью в ее нынешнем виде, потому что он говорит, что она опасна для здоровья церкви. И эта проповедь, по его мнению, это наследие римской или греческой риторики. Ее нужно заменить обучением в малых группах. Вот еще одно предложение перевести проповедь в мультимедиа формат. Насытить ее видеоклипами, компьютерной графикой, аудиофайлами и так далее. Но мы понимаем, что основная проблема, конечно, не в проповеди и не в формате проповеди. Не в формате проповеди, вернее. Не в форме. Можно насытить ее какими-то мультимедиа презентацией. Можно вести диалог со слушателями. Можно проповедовать с большой кафедры в традиционной старой центральной церкви. Можно проповедовать, просто обращаться к людям за столом в маленькой деревенской церкви. Но вопрос в том, и проблема в том, я думаю, основная, что мы потеряли веру в проповедь. Меняет ли что-либо проповедь? Исцеляет ли она сокрушенных сердцем? Открывает ли она глаза слепым? Воздействует ли проповедь на людей? И может ли она в современной своей форме дать ответ на нужды людей? Кто-то заметил. Некоторые служители восходят на свои кафедры как воины, которые уже проиграли битву, прежде чем ее начать. Они не верят в проповедь. Они не верят в то, что их проповедь что-либо изменит в собрании. Другой писатель отметил, нынешний век, век маленькой проповеди. А маленькие проповеди формируют маленького христианина. Целое поколение проповедников утратило доверие к Божьему Слову и больше не пытается смело его провозглашать. Смело провозглашать его, то есть Слово Божие. Поэтому мы сегодня обращаем внимание на Слово, на проповедь Слова. И особенно понимая, что проповедь важна в евангельской традиции, скажем, в баптистской традиции. Если в православии важна литургия и все, что с ней связано, проповедь вторична, то у нас нет красивых одежд. У нас нет оформления икон, ладана, свечей, такой богатой, разнообразной, насыщенной литургической практики. У нас остается проповедь. И баптисты исторически всегда уделяли внимание проповеди. И вот как реформация XVI века была отмечена возрождением доктрины оправдания мира, так и оправдания верой. Так и начало распространения баптизма в XVII веке было отмечено таким подъемом проповеди. И один историк так описывал первых баптистских проповедников. Они проповедовали так смело, ясно и актуально, что сразу попадали в тюрьмы. Вот такими были первые баптистские проповедники. Интересно отметить три вклада, которые внесли сепаратисты, английские сепаратисты. И основу их составляли баптисты в христианство. Вот интересно. Первый вклад это, конечно, крещение погружением. Это то, что отмечает баптистов. Не просто крещение взрослых, но сознательное крещение по вере погружением. Второй вклад это непринятие форм богослужений. Баптисты противились каким-то навязанным или ясным определенным предписанным формам в служении. И вот третий вклад метод последовательного изъяснения писания в собрании. Вот этот метод когда-то начали, вот возродили баптисты в 17 веке. Они начали последовательно изучать писание, они начали последовательно толковать его. Вот я думаю, верны ли мы доброй старой баптистской традиции. Толковать, исследовать и проповедовать писание. Вот на самом деле первые баптисты настолько большое внимание обращали на проповедь, что мне кажется, даже показательным один пример на одной конференции в 18 веке в Англии стоял такой вопрос перед собравшимися. Может ли проповедник совершать вечерю Господню или крестить? Вот если он не рукоположен. Может ли проповедник совершать вечерю Господню? Вот интересно, с северной баптистской ассоциацией в Англии баптисты так ответили. Если человеку разрешено проповедовать слово, тем более он может совершать вечерю. То есть они понимали, что проповедь намного важнее. Проповедь намного важнее, чем совершение священнодействий каких-либо. И если уж мы позволяем человеку проповедовать, тем более ему должно быть позволительно все остальное в плане священнодействий. Итак, важность проповеди. Именно поэтому мы сегодня говорим о важности подготовки к проповеди. Если проповедь важна, значит важна подготовка к проповеди. Важно готовиться к проповеди. Одна из самых серьезных и важных проблем сегодня, вот я уже говорил, это игнорирование работы с текстом. И сегодня можно, ну так считается, что можно быть проповедником, не занимаясь углубленным изучением текста. И в результате мы проповедуем не слово Божие, а свое слово, подкрепленное некоторыми текстами. Вот и Библия говорит, старайся представить себя Богу достойным, делать ли мне укористенным, верно преподающим слово истины. Вы, наверное, слышали в курсе герменевтики, что оригинальное значение слово преподающим относилось к делателю палаток. То есть должен был вот этот, тот, кто делал палатки, отрезать ткани или материала на палатку ни больше и ни меньше. Именно столько, сколько нужно было. И это относится и к проповедникам. Проповедника отрезают ни больше и ни меньше. Потому что самая большая опасность для Библии исходит не от атеистов, но от так называемых верующих, которые неверно преподают. И извращение опаснее какого-то прямого отрицания текста. Поэтому проповедник усердно изучает Библию и также усердно проповедует. В качестве примера я хотел бы привести вот эту иллюстрацию из Евангелия Луки, 24 глава. Вы помните вот эту историю, мы ее часто читаем на праздник Пасхи, о встрече Иисуса с двумя учениками, шедшими в Маус. Они размышляли о прошедших событиях, сердца их были смущены. И вот к ним приблизился Иисус и начал толковать Писание. Он не стал приводить доказательства о воскресении. Вот какие доказательства еще нужны, когда ангелы провозгласили его воскресение, когда свидетели видели его живым. А Иисус обратил их внимание к пророчествам, к уже известным пророчествам и событиям прошлого. Потому что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. И в его толковании Писание стало живым, их сердца начали гореть. Мы читаем, что начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем в Писании. И мне нравится вот это слово «изъяснял». В оригинале это греческое слово звучит как «ди херменеусен». Вы слышите «херменео» – «герменевтика». Вот от этого слова произошло слово «герменевтика». То есть, по сути, Иисус начал, занялся с учениками герменевтикой. Он начал толковать Писание. И когда Он начал толковать Писание, тогда они прозрели и тогда загорелись их сердца. Иисус показал ученикам, что говорят о нем Писания. А все Писание, помните, мы вчера уже говорили, Писание о чем говорит? Писание говорит о Христе. Что говорит о Христе Ветхий Завет? Вот Иисус начал от Моисея. Моисей много говорит о Христе. Вы помните, что говорит Моисей о Христе? В книге «Бытие» написано о Христе? Кто помнит, братья? В книге «Бытие»? Если все Писание говорит о Христе, говорит ли «Бытие» о Христе? Есть какие-то прообразы о Христе? Конечно. А? Я просто говорю. Говорит. Вот помните, даже «Бытие» 3.15. Отцы церкви толковали, говорили этот стих, это прото-евангелие. Вот. И оно будет поражать тебя, там, жалить тебя пяту, ты будешь поражать его в голову. Это говорят о Христе. Это уже Христос, который победит. Вот. Ковчег. Ковчег разве не является прообразом спасения? Вот. А вспомните Авраама и жертвоприношения Исаака. Это не прообраз жертвоприношения и смерти Иисуса Христа. А вспомните Иосифа. Иосиф разве не может быть во многом прообразом Иисуса Христа? То есть Писание говорит о Христе. Мы можем взять «Бытие», мы можем взять «Исход». Разве «Исход» не говорит о Христе? Где «Исход»? Как «Исход» говорит о Христе? Можете какую-то идею, мысль вспомнить? Избавление само, само избавление, агнец непорочный был приготовлен, нужно было есть, это о Христе, а вода из скалы, а манна, которую Господь посылал, Христос говорит, хлеб мой, отец мой дает хлеб с небес, я есм хлеб, сшедший с небес, вот это то, о чем говорит Иисус Христос, это о Христе написано, книга Левит, ну конечно же, это о Христе, скиния, это все прообразы, связанные с Иисусом Христом, вот потом мы можем продолжить из пророков, Иисус Новин, это пророк, который может быть прообразом Иисуса Христа, Первое Царство, найти какие-то идеи в других книгах, в Писании, Писание это уже другой раздел Писания, другой раздел Библии, Псалмы, Псалмов много, которые говорят о Христе, можете вспомнить какие-то Псалмы? Помните Псалом 21, когда Давид говорит о своих страданиях, и мы читаем их иногда прообразно, видя в них страдания Иисуса Христа, когда Давид говорит о том, что его злые окружили псы, как трудно, что можно было пересчитать все кости его, вот это прообразно говорится об Иисусе Христе, вот в песнях песни, про Липоменон, во всех других книгах мы можем найти что-то о Христе. И вот Христос начал толковать Писание, начиная от Моисея и пророков, и написано сердца их загорелись, вот и я думаю, что это хороший образ для нашего времени, потому что наши братья и сестры часто напоминают вот этих путников, которые идут в Эмаус, их сердца растеряны, они смущены, они в суете мира часто теряют радость спасения, вот и они идут, и они читают Библию, они не видят Христа, они живут в каком-то состоянии несбывшихся надежд, они, может быть, больше ожидали от веры, от того, что они будут быть с Богом, и они приходят на собрание после вот этой недели в мире, после этих проблем, переживаний, часто в неверующих семьях, каких-то насмешек, может быть, со стороны неверующих, и они приходят на собрание, и они надеются, что кафедра согреет их души. Они обращают внимание на проповедников, и они нуждаются во вдохновении, и они нуждаются не в каком-то сиюминутном вдохновении, вот чтобы что-то их внезапно вдохновило, и через пять минут забыли, иногда мы так можем вдохновлять, они нуждаются во вдохновении, которое бы длилось долго, может быть, неделю, может быть, еще дольше, вот, и это задача проповедников. И я думаю, что нужно сегодня церкви, чтобы зажечь огонь и ободрить смущенные сердца. Что нужно, чтобы увидели мы славу Божию. И обращаясь вот к этому тексту, можно опять сказать, нужно хорошее, ясное, четкое, глубокое истолкование Библии. И нужно так истолковать Библию, чтобы сердца людей горели, чтобы они потом шли домой и они могли сказать, не горело ли сердце наше, когда он, вот этот брат, там Петр, или брат Владимир, или брат Александр, толковал Писание. И я думаю, в наших проповедях иногда нет свежести, потому что мы проповедуем не Писание, а свои мысли о Писании. И вот что важно, за что нам нужно взяться, заняться серьезно, вот герменевтикой, то есть заняться серьезным толкованием Библии и начать так глубоко читать и исследовать Библию, чтобы сердца людей загорелись. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться с севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его». Знаете, иногда посещая церкви, думая, что это время уже наступило. Люди слушают проповеди и не насыщаются. Люди слушают две, три, четыре проповеди и уже после собрания не помнят, о чем говорил проповедник. Слово не проникает в их сердца и умы. И как оно может их вести? И думаю, что действительно время пришло, когда люди уже скитаются, ходят, и некоторые верующие слышат о какой-то конференции или какую-то новую книгу получили, кассеты, хотят что-то послушать, узнать. Ну что же говорит Бог? Что нового, что свежего? И часто этого не находят. Вот поэтому сегодня перед нами этот вопрос такого ясного, глубокого изучения Библии, чтобы получить то, что Он хочет сказать нам, Господь хочет через это сказать нам. И здесь особую важность приобретает подготовка к проповеди. Серьезная герменевтика изучения Писания. Мне кажется, в нашей славянской традиции такое распространено до сих пор еще несколько негативное отношение к подготовке к проповеди. И в некоторых церквах оно особенно заметно вообще к образованию или к подготовке к проповеди. И некоторые братья открыто противятся этому, говорят, что Дух Святой вдохновит, и нет нужды готовиться. И вот все эти человеческие внимания, работа человеческого ума, они недостойны Слова Божия. Я думаю, что есть три аспекта, которые не позволяют нам серьезно заниматься и глубоко заниматься подготовкой к проповеди. В нашей традиции. Первое это внимание к опыту, в ущерб, слову. Мы больше внимания, мы много внимания уделяем характеру человека, его поведению. И часто мы ставим проповедником человека не того, который знает Библию, который хорошо знает Библию. Но главное, чтобы человек был хороший. Часто у нас такой подход, главная личность человека. Если человек хороший, все будет нормально. Но часто хороший человек может проповедовать ересь, если он не знает Библию, если он глубоко не изучает Библию, если он не вникает в Писание. Потому что истина не связана с чувствами, истина не связана с тем, что человек хороший. Все равно надо изучать Библию. Хороший человек должен изучать Библию, хороший человек должен вникать в Писание. Можно быть хорошим даже без Христа, по-человечески хорошим, но нужно обратить внимание на Библию, чтобы опыт, вот внимание к опыту не привело к ущербу в проповеди слова. Это, можно сказать, один из признаков постмодернизма. Опыт важнее Библии. Главное, чтобы человек был хороший. Хороший человек должен знать и изучать Библию. Еще одна проблема, связанная с этим, с тем, что мы мало внимания уделяем подготовке, это неправильное понимание разума или использование разума. В нашей традиции, в славянской традиции особенно, распространена такая идея превосходства интуитивного познания истины перед аналитическим. То есть, то, что достигнуто усилиями человеческого разума, часто не заслуживает доверия. И говорят некоторые братья, что когда ты думаешь, когда ты размышляешь, когда ты читаешь комментарии, это не то. А вот когда Дух Святой прямо тебе озаряет, вот то, что нужно, ты получишь именно тогда, когда вдруг на тебя сойдет вдохновение. И здесь есть две проблемы. Первое, что мы выдаем свои мысли за мысли Духа Святого. То есть, то, что пришло в голову, когда человек не думал, считается произведением Духа Святого, когда человек не думал. А то, что человек получил, когда он обдумывал серьезно истину, когда он вникал, занимался, это считается человеческим. А если не думал Духа Святого. И второе, мы забываем о заповеди Христа. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. А любить Бога разумом не всегда легко. Знаете, что значит любить Бога разумом? Это надо прилагать усилия, надо трудиться, надо размышлять. Иногда тяжело, иногда мучительно, надо думать об этом. Вот пробовали ли вы целый день думать о какой-то библейской истине? Думайте, это легко. Просто думать об этом, размышлять, заставлять себя побуждать об этом думать. И это значит любить Господа всем сердцем своим. И у нас вы проводили такую практику гомелитическую. Один брат проповедует и так слабенько проповедовал, объяснял Писание и говорит, ну Дух меня не вдохновил, объясняет. Когда я читал этот текст, Дух меня не вдохновил, поэтому я ничего не смог представить. Конечно, мы можем вспомнить из Писания, из Иеремии, проклят, то дело Господне делает небрежно. Но я опять же задаю тот же вопрос, который вчера задавал. А ты боролся с текстом всю ночь, как Иаков боролся с неизвестным? Не так ли должна происходить наша подготовка? И чем закончилась эта борьба? Написано, что неизвестный благословил Иакова. И когда мы боремся с текстом, тогда текст благословляет нас. Тогда мы воистину получаем благословение. И мы не хотим утруждать себя иногда и получать вот этот духовный хлеб потом и кровью. Мы не хотим обременять свое ум таким постоянным размышлением над словом. Вот мы не осознали, я думаю, до конца, что значит любить Бога всем разумением своим. Вот не только сердце. И еще одна проблема вот в нашей традиции, в нашем понимании, в отношении толкования текста, это упрощенное понимание или непонимание работы Духа Святого. Вот я опять вспоминаю этого студента, который говорил, что, ну, зачем готовить, если Дух Святой вдохновит? А если не вдохновит, он вышел на кафедру, нет проповеди, ну, тогда Дух Святой виноват. Ну, Дух Святой не вдохновил. И так и получается. И здесь мы часто путаем чисто человеческое вдохновение с работой Духа Святого, это во-первых. Но более важная ошибка в том, что мы ограничиваем работу Духа Святого. И некоторые братья веруют, что Дух Святой действует только с 10 до 12 утра в воскресенье. Они пришли на собрание, вот там Дух Святой действует, и Он сейчас их побудет к проповеди. Ну, Он еще, может быть, действует с 18 до 20 вечера на вечернем собрании. Вот у них такой график работы Духа Святого. Но Дух Святой живет верующим, и Он действует всегда. И Дух Святой вдохновляет нас не только, когда мы выходим за кафедру. Дух Святой вдохновляет, когда мы сидим над Библией. Дух Святой вдохновляет, когда мы готовимся к проповеди. Дух Святой работает с проповедником не только в воскресенье, но и в среду, если Он живет в проповеднике. И в четверг, и в пятницу, и вдохновляет в процессе всей проповеди. Но, конечно, уже в особые моменты мы исполняемся Духом для выполнения какой-то особой цели, связанной с проповедью. Поэтому нельзя разделить Слово и Дух. Если мы занимаемся исследованием Слова, мы занимаемся под воздействием и влиянием Духа Святого. Мы не разделяем Слово и Дух и готовимся к проповеди. И таким образом верно преподаем Слово истины. В старом, вот, добром братском вестнике написано было, вот об этом, «Большое заблуждение полагать, что лучше всего приступать к проповеди без подготовки и предварительного размышления. Ибо Господь обещал в нужное время дать дар Слова». И дальше братья пишут. «Бог не потворствует ленивым, но любит и награждает усердие. Поленившийся и пропустивший время подготовки к проповеди не может рассчитывать на помощь Божью. Для выработки проповеди нужно затрачивать все нужное для этого время, непрестанно просить руководства свыше и как можно больше работать над текстом». И когда мы читаем вот эти слова «не заботьтесь о том и что сказать», то речь не идет о проповеди. Христос говорит это о времени гонениях, о мучениках на суде. Если вас возьмут, если наступят гонения, если вас поведут, не заботьтесь о чем сказать. Но если вы знаете, что вы будете проповедовать, если вы идете на собрание, то говорить без всякой подготовки можно только в условиях какой-то жуткой необходимости или преступной самоуверенности. Один молодой брат говорил, хворился. «Когда я иду проповедовать, я и за пять минут до своего выступления не знаю, о чем буду говорить». И один посетитель ответил ему, вот как. Теперь я понимаю, почему спустя пять минут люди уже не помнят, о чем шла ваша речь. Если вы не знали и не были готовы к проповеди, как люди могут знать то, о чем вы говорили, если вы сами не знали об этом? Я вспоминаю такой шутливый пример, когда баптист с пятидесятником говорили о своей подготовке к проповеди. И баптист хвалился и говорил, вот, я даже перед проповедью не знаю, о чем буду проповедовать. Вот меня Дух Святой вдохновляет. А пятьдесятник говорил, да что там, я даже после проповеди не знаю, о чем говорил. Вот я еще больше полагаюсь на Духа. Ну, часто так, наверное, и с нами, братья, происходит. Спросишь у людей, они не знают. Спросите у проповедника, о чем ты говорил. И он сам не может ясно и четко сказать, о чем же он говорил. Надо готовиться к проповеди. Один проповедник объяснял, что для каждой минуты проповеди он проводил один час подготовки. То есть, если он 20 минут проповедовал, он 20 часов готовился. Вот, или 15 минут проповеди, значит, 15 часов подготовки. И сегодня так поступают великие проповедники многие, и Бог их благословляет, этот метод оправдывает себя. Один из чикагских служителей, сейчас я закончу эту мысль, рассказывал о Муде. Он говорит, однажды я пришел к Муде, когда он готовился к проповеди, говорит, Муде сбросил с себя пиджак и сражался с Библией и симфонией, и под градом катился по лицу. Вот это была подготовка к проповеди, он сражался с Библией и симфонией. И Бог, соответственно, благословлял его проповедь. Вот поэтому мы с усердием готовимся. Конечно, мы готовимся с усердием, но результаты придаем Господу. Вот вы помните эту историю о пророке Ильи, когда он собрал дрова, когда он выкопал ров, когда он наполнил его водою, когда он возложил камни. Это в Третьей книге царств. И когда это все было сделано, он тогда возвал к Господу, и Господь послал огонь на то, что он приготовил. Я думаю, это же можно сказать о проповедниках. Мы готовим, мы пишем конспекты, мы занимаемся, мы исследуем. Но когда все готово, мы обращаемся к Господу, и Господь посылает огонь и благословение на нашу проповедь. Братья, если есть какие-то вопросы или комментарии по поводу подготовки, да, пожалуйста. Вы сказали, я не прослушал, кто тратил на то, чтобы сказать 20 минут проповеди, тратил 20 часов на ее подготовку. Когда в свое время мы учились, и нас тоже побуждали к этому. И в один прекрасный день со мной, я думаю, как и со мной, случилось то, что я вот эту проповедь переносил. То есть, понимаете, столько времени уделяешь проповеди, что она уже переживает в тебе, и уже ее успеваешь выплюнуть. И, в принципе, когда выходишь на кафедру, говорить-то и нечего. И, ну как сказать, я пришел к мнению, что вот для русского, будем говорить, человека, да, для нашего менталитета, ну 20 часов 20 минут, это в принципе очень много. Я не говорю, что не надо тратить столько времени, порой надо и больше потратить. Но вот в моей практике чаще всего получается, ну это несколько часов, там 3-5 часов, 2, такой промежуток времени. Тогда успевает она еще жить в тебе, и ты ее несешь живую, а не только мозговую. Я думаю, это хороший комментарий. Здесь мы не говорим о правиле или законе, который для всех. Например, не все те известные проповедники, о которых я говорил, они тратят там, скажем, на минуту час. Кто-то тратит 10 часов на всю проповедь, на 45 минут, на 45-минутную проповедь. Кто-то тратит там 5 часов, кто-то 3 часа. Вот я трачу обычно в среднем на проповедь, ну, я думаю, намного больше, чем 5 часов, 7 или 8. Чаще больше я трачу, если все время посчитать, которые я уделял подготовке, работе, чтению, разной литературы, связанной с проповедью, размышлению над ней, сбору, анализу, потом работе над конспектами и так далее. У меня получается намного больше. Но здесь нельзя устанавливать правила для каждого проповедника. Я думаю, что некоторым проповедникам 30-40 часов ничего не дадут для работы на проповеди. Если человек не знает, как готовиться, что нужно делать, чем заниматься, вот он просто потеряет это время, если он не знает, чем заниматься в эти 20 часов или 30 часов. Вот это зависит от проповедника, от его способности, от его восприятия слова, от того уровня или требований, которые он предъявляет к своей проповеди и так далее. Вот поэтому мы здесь не устанавливаем закона. Кто-то готовится. Вопрос вот в чем, что нужно серьезно готовиться. Кто-то, может быть, больше это время проводит в размышлении. Просто ходит, размышляет, пока он идет на работу или домой, или в процессе работы, размышляет. Это время он высиживает. Кто-то сидит за столом по 5 часов, размышляет, читает, изучает. Но суть остается той же. Нужно серьезно готовиться к проповеди. Какими бы ни были наши способности и возможности серьезно готовиться к проповеди. И, конечно, нельзя устанавливать время подготовки к проповеди для каждого проповедника, потому что это такой индивидуальный момент. Итак, мы готовимся к проповеди. Еще более важно, вот на что я хотел обратить внимание, заканчивая эту тему, подготовка проповедника. Вот этот момент еще более важен для каждого. Одно дело это подготовка к проповеди, а второе дело это подготовка проповедника. И непосредственная, прямая, есть прямая, непосредственная подготовка и косвенная. И второй тип важнее. И первый тип подготовки, это прямая подготовка, осуществляется тогда, когда мы непосредственно готовимся к проповеди. То есть мы читаем текст, мы анализируем его, как мы делали вчера. Мы читаем какие-то комментарии, справочники, словари, спрашиваем. Но второй тип, это подготовка самого проповедника, это подготовленное сердце, подготовленный ум. Это когда проповедник постоянно работает над собой, когда проповедник постоянно читает Библию, когда проповедник постоянно учится, вот скажем, пришел проповедник на сессию. Он здесь непосредственно не готовится к проповеди. Вы не готовите здесь проповедь непосредственно, но это такая косвенная подготовка. Если проповедник занимается своим образованием, больше занимается собой, то безусловно, тогда ему легче готовить проповеди по следующему. Это помогает ему по следующей подготовке проповеди. Если его сердце готово, если его дух постоянно настроен на Библию, на размышления о Библии, если он хорошо знает Библию, если он много читает, согласитесь, ему намного легче подготовить проповедь. Если он знает Библию, если он знает, какой пример взять из книги Царства, или Павлипоменан, или книги Деяния апостолов, поэтому проповедник постоянно занимается учебой, образованием. Спержин говорил, кто перестал учиться, тот должен перестать учить. Проповедник тот, который постоянно учится, постоянно работает над собой. Никогда не заканчивает работу над собой. И это не случайная и хаотичная работа, это какое-то постоянное и систематическое исследование Писания. Конечно, лучше всего где-то в семинарии, в колледже, в библейском, в библейском институте, когда проповедник систематически пополняет себя знаниями доктрин, этики, герменевтики, методы исследования Писания, истории Церкви и так далее, и так далее. И это потом ему помогает в проповеди, потом приходят на ум примеры, какие-то интересные мысли, и проповедь его, и он растет в проповеди. Вот поэтому так важно заниматься подготовкой. Вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступай, себя спасешь и слушающих тебя. И нам нужно посвятить себя, вот как проповедникам изучению слова, чтобы напитать им души. Интересно, Спержин сказал о Буньяне. Эти слова, впрочем, можно отнести к самому Спержину, но он так сказал о Буньяне, Джоне Буньяне. Прочтите любое его произведение, и вам покажется, что вы прочитали саму Библию. Он изучал Писание, пока все его существо буквально не пропиталось им. Уколите его где хотите, и вы обнаружите, что его кровь библейская, что сама суть Библии течет из него. Он не может говорить, не цитируя Библию, ибо душа его переполнена Словом Божьим. Вот это истинный проповедник, который постоянно занимается изучением, исследованием и занимается Писанием. Он постоянно читает, постоянно копает, чтобы, как кто-то сравнил, как Саул быть от плеч выше всего народа. Вот я думаю, таким должен быть проповедник. Проповедник должен быть от плеч выше народа в познании Библии. Он слушает Господа, он изучает Библию, чтобы потом передать другим то, что Господь ему сказал. Он находит хотя бы один день в месяц для размышления и чтения. Он хотя бы раз в году готов принять участие в какой-то конференции, на каком-то семинарии, в каком-то курсе. Он похож на белку, которая всегда собирает запасы на зиму. Вот такой хороший проповедник. Он постоянно занимается собой. Он не всегда готовит конкретную проповедь, но он всегда готовит себя. Он всегда занимается Библией, занимается историей церкви, занимается другими дисциплинами. И таким образом накапливает вот этот материал, опыт появляется. И потом ему, конечно же, легче готовить проповеди в дальнейшем. Он даже меньше будет времени, возможно, тратит на подготовку проповедей. Так что вот этого нам хотелось пожелать друг другу, чтобы мы серьезно занимались проповедью. И подготовкой к проповедю обратили самое большое внимание, важное внимание, серьезное внимание на подготовку к проповеди. И пусть Бог благословит, братья, наши проповеди, наши подготовленные, серьезные, таким серьезным подходом проповеди.